Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, участники Августовского педагогического совета! В нашей жизни это очень важное событие, и так получается, что буквально несколько дней отделяет нас от начала нового года. У нас счастливая профессия, у нас как минимум два нового года, и поэтому как минимум дважды в год мы можем начинать мечтать. Мы можем планировать, проектировать, задумывать наши будущие достижения, придумывать те события, которые произойдут в нашей жизни. У каждого из нас они свои, это очевидно, но вот такая вот специфическая магия времени, магия жизни, что из этих индивидуальных желаний, индивидуальных устремлений создается наша общая жизнь, которая может быть яркой, может быть тусклой, которая может быть наполнена смыслами, действиями, а может быть никакой. Я сегодня обращаюсь с коллегами надеждой на то, что вы так же, как и каждый из нас с вами, каждый из наших участников этого проекта, сегодня действительно настраиваются на Новый год, расставляя определенные вихи или выдвигая принципы, как жить в этом году. У меня есть четыре пожелания, которые я не могу бы поделиться с вами. Первое – это попробовать жить событийно. Что это означает? Это означает попробовать выстроить учебный год, который гарантированно запомнится, вспоминая о котором наши с вами ученики, родители, наши коллеги, наши партнеры были здесь. А-а-а, это как раз тогда, когда мы, и дальше что? Открыли новый музей, реализовали уникальный проект, насвоили новую технологию, подготовили книгу, устроили праздник, организовали мощное погружение. Мне очень бы хотелось, чтобы этот год был наполнен такими событиями, которые мы вложили собственные души и которые бы запомнились. Вторая идея, или второе, по крайней мере, мое личное устремление. Я сегодня активно настраиваю себя на освоение новых технологий, высоких технологий. Вот так получается, что море открытия науки. Так получается, что мы чуть лучше знаем, как работает наш мозг. Так получается, что потихоньку раскрывает тайны кровь человека. Так становится нам понятно, что при переходе на микро, а потом на на уровень, свойства предметов, веществ начинают обретать какие-то новые уникальные черты. И можно порождать действительно реально новые миры, можно работать точечно, достигающим высокого результата. Очень бы хотелось, ну мне, по крайней мере, освоить в этом году 5-6 мощных современных технологических приемов, которые позволят экономить время, которые позволят быть более убедительными, более эффективными, в том числе и в нашей образовательной деятельности. Грубное пожелание ко всем. Давайте попробуем сделать образовательные технологии. Образовательный наш процесс технологичный. Мы попробуем говорить о технологиях не формально, а реальной. Ну и третья еще идея. Она, естественно, будет связана с федеральным стандартом, государственным образовательным стандартом нового поколения. Если бы меня попросили что-то выделить в нем особое, то, конечно, бы сказалось, что мы будем осваивать формат внеурочной деятельности. Формат, который открывает уникальные абсолютно возможности для отказа от всех привычных формальных методик. для студий, для лабораторий, для практик, мастер-классов, экспедиций, встреч, игр и так далее. Давайте попробуем освоить это пространство в нужных и интересах нашего с вами образовательного учреждения, нашего с вами школьной лиги Роснана образовательного сотрудничества. Ну и самое последнее. Каждая школа гордится не только своими уникальными учителями и своими учениками. Она гордится тем, что каждый ученик, каждый учитель и каждый родитель чувствовал себя причастным к этой жизни, чувствовал, что школа ждет его первого сентября, чувствовал, что без его труда школа не сможет выжить, не сможет действовать, не сможет быть той, какой она должна быть. Давайте искать эту зону привлекательности наших образовательных учреждений. Давайте думать о том, чтобы не только лучшие достигали чего бы то ни было, давайте думать о том, чтобы каждый получал действительно современное образование и радоваться этому. Вот такие пожелания для нас с вами. С наступающим Новым Годом!